меня зовут никита собаку нет длинное имя джули бель galaxy плата что-то там мы называем ее или джули бель или геля нам полтора ближе к двум годам русский охотничий спинель когда мы мы выбирали собаку мы выбирали именно спокойную но если вообще говорить вообще в принципе про характер порода самой то такие собаки непоседы чем нравится гулять что-то ходить бегать или тоже кстати очень любит гулять при том что вот она как кажется что он такая спокойная такая вот сидит на диванчике до дома тоже любит сидеть на диванчике но при этом если все просто пойти взять на поле там отпустить то только уши и будут отпрыгать в разные стороны будет носиться она очень дружелюбная ревнивая кстати да у нас дома также кот и кошка но она периодически защищает их от излишнего нашего внимания главное что не стоит делать это вот не посмотреть на не сказать ой какая милая какая хорошая собачка и себе ее взять то есть надо понимать что это собака с которой нужно гулять желательно много гулять да в силу того что она охотничья она вот эти вот повадки все равно они у нее есть она скорее всего раздерет вашу обувь скорее всего такие вот моменты то есть выгуливать ее надо хорошо желательно три раза желательно бегать большой плюс что это например не так как у сеттеров с которыми как бы обязательно вот вы взяли собаку теперь идите за ружьем охотничьим билетом да то есть это не такая собака не обязательно теперь увлекаться охотой но выгуливать ее надо она очень любит детей дети ведь тоже очень любят они спят вместе вот если дома есть другие животные тоже принципе проблем нет подружиться со всеми но как бы будет ревновать скорее всего на улице посторонних она не очень любит она не будет огрызаться может гавкнуть не укусит конечно же но тоже надо понимать что все-таки это вот собака вот у нее вот есть свои и ко всем остальным и нам осторожны но если вы кого-то пригласили в гости тут проблем не будет приходит гости ее гладят то есть она достаточно неплохо со всеми так вышло что вот моя супругу чаще дома и геля вот считает ее хозяйкой есть такие породы которые бы вообще бы не отходили вот от своего хозяина и например если хозяина рядом нет чувствовали бы стресс то есть они вот русские охотничьи они не такие геля она как-то вот к нам ко всем привыкла при том что хозяйка у нее вот моя супруга я уже говорил но в принципе она достаточно неплохо там со мной может погулять то есть она не нормально себя чувствует когда мы уходим она остается с детьми то есть она не очень любит одиночество но вот как бы в принципе у нее нет привязки комнат конкретному хозяину мы когда брали тоже об этом думали скажем так проблем в общении с собаками нет но если они как-то там на своей волне как-то сконтачится то есть сегодня она не очень любит активных собак она вообще не агрессивная не будет сама там первое что там нападать скажем так когда она когда мы на прогулке встречаем птиц конечно же их пытается поднять на крыло но в основном то вокруг там вороны сороки скажу пожалуйста поднимай играй вот на кошек мышек чего-то я вот не встречал ежиков как-то по-моему ей что есть они что нет они склонны к перееданию если вы привыкли просто положить миску с едой и собак когда хочет тогда поезд так делать нельзя ну вообще так низким породом делать нельзя но с этими особенно просто через месяц-два-три она не сможет запрыгнуть на кровать возможно опять же собака охотничья когда вы будете с ней гулять все кусты будут ее следовательно клещей очень много сейчас то есть она соберет всех клещей которые в округе вообще были вот принесет их домой поэтому обязательно летом обязательно очень важно обрабатывать просто шампунька не поможет надо что-то серьезное это важно потому что именно потому что собака облазит все кусты до этого была овчарка я привык что она всегда рядом то есть ты ее отпускаешь но я вообще даже часто даже бесплатка ходил просто она всегда рядом на улице гуляешь она где-то всегда рядом с тобой гель она охотник поэтому ей важно накручивать вот вокруг тебя круги и вот как-то далеко не то чтобы пытается сбежать но она прям изучает вокруг себя все поэтому у меня была ситуация мы поехали с ней кататься на велосипедах мне что-то надо было остановиться подкачать колесо я смотрю где гель ее нет то есть как так я начинаю ее звать она бежит издалека то есть тоже вот важно следить потому что действительно она может просто вот искать 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 куда-то убежать она прибежит она не убежала от вас но если например где-то машины где-то какая-то опасность то она все-таки не будет вот всегда ходить рядом с вами обучаются быстро но очень упрямая ну прям очень упрямая я удивлялся здесь не привыкший копчарки для меня она знает она например знает нас по имени ты говоришь там иди там фиарик у она бежит к я реку на прогулке еще где то то есть она точно всех знает но если она ничего не хочет она просто ничего не хочетいる не хочет дело что просили если она хочет сейчас просто лежать на кровати она будет просто лежать на кровати если она ходит что-нибудь съесть ну Ну, как бы она это, скорее всего, съест. Все-таки для этой породы никогда не стояла цель, чтобы вот я сказал ко мне, и она пришла ко мне, да. То есть нет, у нее есть своя задача, она убежала ее выполнять. И ей это интересно, вот эту задачу выполнить. И, в общем-то, в жизни она такая же. Она сама находит себе задачу, ее выполняет, и вы ее не остановите. Ухода требует шкура, шерсть достаточно большого. Если вообще посмотреть фотографии русских хоккей-спаниелей, у них бывает, что покороче шерсть, их вот нужно пореже вычесывать. И эту вычесывать, ну, как бы, сказал бы каждый день, но это сложно. Ну, несколько раз в неделю точно вычесываем. Вычесывать ее надо. Мыть ее приходится часто, потому что очень быстро комкаются, опять же, волосы. Чтобы вот не было колтунов, колтуну нужно срезать, мыть, обрабатывать. Там есть специальное средство от колтунов, вот с ним приходится тоже периодически. Вот, потом после каждой прогулки на нее куда-нибудь обязательно накрутится какая-нибудь палка. Ее нужно будет вытащить. А если, например, где-то около нуля градусов зимой, то у нее вот такие вот огромные-огромные шары снега на нее налипнут. Так что один раз я ее домой нес на руках. То есть, как бы, ну, это очень весело. Мы зимой гуляем, ну, не всегда, вот когда вот это вот бывает около нуля градусов, у нее специальная одежка есть. Мы ее одеваем, а тогда она еще более-менее побегать может, потому что снег тогда налипает только на самые лапы. А так вообще вот обычно снег комкается все и везде, она как один большой снеговик. Дома шерсти много. Если вы не любите шерсть, лучше не брать такую собаку. Если вы надеетесь, что она, там, не знаю, два раза в сезон полиняет и все, нет. Шерсть будет всегда, шерсть будет везде. Ну, вот в силу того, что много, что делаем сами, в принципе-то немного. Наверное, может, около, там, трех тысяч, наверное, на корм. На все вот эти вот шампунки, вот эти вот, все вот эти вот штуки, честно, не считал. Но, то есть, там, сколько ты тоже тратить на это придется. К морокке со шкурой. Честно, я не думал об этом. Оказывается, нужно за ними следить. Мне кажется, что здесь нужно исходить не из того, там, первый, не первый. Главное, чтобы человек понимал, зачем ему эта собака. Важно понимать, что эта собака рабочая. Вот у Геля то ли сестра, то ли тетя, я не помню, она в милиции работает, например. То есть, это, ну, ценная, серьезная собака. Она занимается поиском людей, поиском наркотиков. Поэтому не нужно к этой собаке относиться как к игрушке. Важно понимать, зачем вы ее берете. Хоть она и такая вот милая, такая хорошая, такая вот, такая добрая, казалось бы. Друзья, пишите, о каких породах вам было бы интересно узнать. И мы снимем о них новое видео. Спасибо за внимание и пока-пока.